Граждане и гражданки Советского Союза Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная страна не сдавалась. Среди более 34 миллионов советских воинов, участвовавших в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, свыше 1 миллиона – белорусы и уроженцы нашей страны. И спустя многие десятилетия память о подвиге народа, который внес величайший вклад в победу над нацизмом, священна. 22 июня для белорусов день памяти и скорби ровно 80 лет назад, в 1941 году, на территорию СССР пришла Вторая мировая война. Германия без предупреждения атаковала советские границы, развязав одну из самых кровопролитных кампаний в истории человечества. Дальше будут 1418 дней и ночей потерь и отступлений, а главное – победа, которую позже назовут праздником со слезами на глазах. В одной известной песне начало войны описывается так – 22 июня ровно в 4 утра нам объявили, Киев бомбили. Поэтические вольности простительны – это не учебник по истории, но в действительности война началась в 3 часа 5 минут утра. И белорусские земли первыми лицом к лицу встретились с безжалостным врагом. Великая Отечественная война советского народа стала важнейшим поворотным пунктом в мировой истории. Интерес к тем событиям с годами не угасает. Их изучают и исследуют военные специалисты, экономисты, дипломаты, историки, деятели науки и искусства. На сохранение, изучение и пропаганду документальных и материальных свидетельств о подвиге белорусского народа в годы войны направлена деятельность Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Первые экспонаты музея собирались по горячим следам событий. Шел 1943 год, еще гремела Великая Отечественная война. Еще томилась многострадальная белорусская земля под игом вражеского нашествия. Но как велика была вера в грядущую победу, если уже в эти дни возникла мысль о создании музея для увековечения всенародного подвига. Мы находимся в музее Великой Отечественной войны, где собраны действительно уникальные сведения, экспонаты, которые рассказывают историю этой страшной войны на территории нашей страны. В принципе, можно подробнее, что это за зал, что за экспонаты представлены здесь сегодня? Мы находимся в самом большом зале всего нашего музея. Он называется «Дорога войны». Вот в этой первой части, где мы находимся, на этих пространственно-объемных композициях, развернулось лето 1941 года на территории Бессер. По сути, мы видим первые оборонительные бои Великой Отечественной войны. Можно сказать, что здесь представлен и один из первых наших экспонатов зарождения партизанского движения. Вот его, допустим, символизирует инсталляция, ремонт партизанского орудия. Представленная вашему вниманию пушка была найдена партизанами отряда имени газета «Правда». Они находят этот вообще лежащий, можно сказать, голый ствол, у которого нет ни колесного лафета, ни защитного щитка, но пушка в абсолютно рабочем состоянии, ее необходимо как-то передвигать. И тогда партизаны принимают простое, примитивное, но оказавшимся эффективным решение, свое орудие ставят на колеса для телеги. С ней не защищается, с ней участвует и в освобождении. В октябре 1944 года война еще фактически будет длиться целый год, но уже в Минске открыта первая наша экспозиция. Сейчас, можно сказать, мы с вами видим тот экспонат, который видят первые посетители, одним из первых, 22 октября 1944 года. То бишь здесь мы погружаемся не только в начало войны, но, можно сказать, мы еще и погружаемся в историю нашего музея. Мы видим то, что видят фактически в только что освобожденном городе Минске первые жители города Минска, первые экспонаты. Помимо орудия, представлен экспонат, который, можно сказать, на протяжении войны был пропет военным фольклором. Это знаменитая советская полуторка, грузовик «Газ-А». У этого грузовика карьера не только военная, но еще и кинематографическая. Долгая дорога в Дюнах в августе 1944, в том числе в данных кинолентах, этот грузовик принимал участие в съемках. Но затем, можно сказать, вернулся на свое почетное место экспоната нашего музея. Обычно, когда мы рассказываем про первые тараны, в первые дни войны мы приводим судьбу трех наших земляков, трех братьев Кричевцовых. Судьба сложилась так, что три родных брата – это отдельный экипаж. 26 июня 1941 года во время боя на территории Белостокской области у братьев из строя выходит рулевое управление, машина повреждена. Экипаж, говоря военным языком, принимает крайнее решение на полном ходу таранить немецкую автоколонну. Во время этого тарана от удара детонирует боекомплект. Такая мощная взрывная волна уничтожает значительную часть колонны, но, к большому сожалению, сами братья погибают. За первые восемь часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов. Из них около 900 были уничтожены еще на земле. Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название «Барбаросса», подразумевал окончание войны до Осенней Распутицы. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав. 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 тысяч. Оборона Брестской крепости – один из самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Защитники крепости, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, продолжали сопротивление как минимум в течение месяца, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву. На территории Беларуси, наверное, есть один из главных символов как раз-то июня 1941 года, 22 июня 1941 года – это Брестская крепость. Вот, допустим, за моей спиной представлен вариант плана Барбаросса, того самого плана, по которому Гитлер планирует разгромить Советский Союз. И в том числе по этому плану, допустим, на захват Брестской крепости выделялось от 6 до 8 часов. За это время полностью должна была быть сломлена как раз-то оборона всего гарнизона. Однако, как известно, Брестская крепость сражается больше месяца, до 23 июля 1941 года. У нас в музее также можно увидеть муляж комсомольского билета. Точную копию приказа номер один можно увидеть. По этому приказу, допустим, командиром одной из главных сводных групп обороны крепости становится капитан Зубачев и полковой комиссар Фомин. Ну и, конечно, фотокарточка последнего из известных нам защитников Брестской крепости майора Гаврилова. Вот как раз-то, конечно, наверное, такой из главных эпизодов, главной частей, которая посвящена 22 июня 1941 года. После освобождения Бреста летом 1944 года на уцелевших стенах крепости стали находить надписи, оставленные защитниками. В 1950 году нашли надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Датированную 20 июля 1941 года. Ни одна из пограничных застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа. На рубеже 68-го Гродницкого крепрайона 28-я дивизия вермахта потеряла в боях около тысячи человек. Только 59-й ДОТ отбивался до полудня 24 июня. В то время, когда бои шли под Барановичами и Минском, героические защитники ДОТа продолжали сопротивление в тылу противника до последнего патрона. В течение трехдневной обороны из 22 человек в живых остались двое. Из воспоминаний выжившего защитника 59-го ДОТа курсанта Шмелева. До полудня 24 июня мы еще как-то продержались. А потом, когда снаряды и патроны кончились, вражеским саперам удалось проникнуть на крышу ДОТа и спустить в перископное отверстие пакет со взрывчаткой. Взрыв страшной силы потряс ДОТ до основания. Рухнувшие перегородки казематов погребли под собой у бойцов. Распахнувшийся, сорванный с петель стальной дверью, был раздавлен лейтенант Пелькевич. Воздушной волной убиты курсант Абрамов и мой помощник Неумытов. У входа с рассеченной пополам головой застыл сержант Глазов. В проходе сквозняке повсюду виднелись обезображенные тела бойцов. На фронте с первых дней военные совершали героические поступки. Так, 22 июня старший политрук Данилов сбил три самолета противника, последний – таранным ударом. В его крылатом товарищи насчитали более 130 пробоин. Одна из вражеских пуль попала ему в ногу. Ранение должно было стать для летчика смертельным. Но все изменил маленький предмет в кармане галифе. В июне 1941 года уже в бой в небе над городом Гродно вступает летчик-старший политрук Андрей Данилов. Один из первых его боев в одиночку против трех немецких истребителей. И в этом бою ему две машины удается сбить. Первую – прицельным огнем, вторую – воздушным тараном. По итогам этого боя его машина была буквально, можно сказать, изрешечена вражескими пулями, одна из которых пробивает фюзеляж кабины. Попадает ему в область бедра. Вообще-то себя ранение летчик считал смертельным, однако машину посадил и позже обнаружил такой интересный факт. На галифе в области бедра пулевое отверстие есть, но вот кровавых пятен он идентифицировать не может и чувствует, пуля в бедро не попала. Он сам пытается ответить на вопрос, как такое могло произойти, и обращает внимание, что пулевое отверстие располагается в районе кармана галифе. Он упускает руку в карман, находит тот примет, который в итоге считает своим талисманом. Находит вот эти вот часы, в корпус которых попадает пуля и рикошетит. Вместо тяжелого ранения оно легкое, касательное. Эти же часы, считая талисманом, Андрей Данилов опускает на грудный карман гимнастерки и так сражается, думая, с 45-го года. После войны выходит на связь с музеем, принимая решение, и талисман, и часть своих предметов, тут у него такой масштабный комплекс, сделать частью коллекции нашего музея. Упорное сопротивление, оказанное врагу на территории Беларуси в начале войны, позволило сорвать немецкие планы стремительного наступления на Москву. Несмотря на проявленное мужество и героизм, остановить войска захватчиков не удалось. В тяжелой ситуации оказалось и гражданское население. Постоянные бомбежки превращали населенные пункты в руины. Дороги Беларуси были заполнены беженцами. С конца июня проводилась организованная эвакуация. Она осуществлялась в основном из восточных районов республики. Вывозились архивы партийных и советских органов, ценности изберегательных касс и госбанка. Был организован перегон скота. Согласно официальным данным, удалось вывести 124 крупных промышленных предприятия. Было эвакуировано полтора миллиона человек. На этой диораме мы с вами видим город Минск с 25 по 28 июня 1941 года. Это попытка Красной Армии создать второй эшелон обороны. Это часть Минского укрепрайона Заславльский оборонительный ретут. Если внимательно посмотреть на диораму, то мы видим, как по всей линии фронта наступают вражеские механизированные пехотные части. Здесь как раз-то проиллюстрировано превосходство врагов в воздухе. Можно сказать, беспрепятственно немецкие юнгерцы носит удар по советским позициям. При этом мы видим, как мужественно сражаются бойцы Красной Армии. Некоторые из них совершают героические подвиги. И уже на этой диораме мы видим, наверное, одну из самых больших трагедий территории Беларуси. Мы видим, как простые местные жители пытаются эвакуироваться в восточные регионы Советского Союза. Летом 1941 года это сделать крайне затруднительно. Для множества из этих семей, этих людей, конечно, задача окажется невыполнимой. Несмотря на всю тяжесть событий, низкий поклон, наверное, тем людям, которые, несмотря ни на что, можно сказать, к тебе пришли домой, и ты этот дом защищаешь. Потому что, конечно, лето 1941 года разворачивается не по тому плану, который был рассчитан. Конечно, никто не рассчитывал, что враг уже на шестой день войны 28 июня 1941 года будет вступать в город Минск. В любом плане, какой бы он ни был, то, что невозможно просчитать, это человеческий фактор. Мы его по-разному можем интерпретировать. Кто-то считает это просто человеческий фактор, просто какая-то сила внутренняя. Кто-то говорит, что это мужество, героизм. Но в любом случае, на мой, может быть, субъективный взгляд, этот человеческий фактор и сыграл один из ключевых моментов, по которому Гитлеру все же завершить то, что он запланировал, не удалось. В ходе оборонительной операции в Беларуси войска Западного фронта понесли большие потери и были вынуждены отходить на восток. Из 44 дивизий, входивших в состав фронта 22 июня, 24 были разгромлены. Остальные потеряли от 30 до 70% сил и средств. 28 июня был захвачен Минск. К 10 июля гитлеровцы продвинулись на 450-600 километров от государственной границы, захватили большую часть Беларуси. Началась Смоленская битва, составными частями которой стали Рогачевско-Жлобинская операция и оборона Гомеля. Тяжелыми и кровопролитными стали бои за Витебск, Полоцк, Оршу и Могилев. К концу августа вся территория Беларуси была оккупирована. Несмотря на поражение, войска Западного фронта нанесли неприемлемый ущерб противнику. Снизили темпы наступления немецкой группы армии «Центр» на Смоленск и Москву. Из воспоминаний Татьяны Дыла. Разрушенные горящие дома появились в разных районах города. Его улицы превращались в руины. В центре города, в подвалах домов погибали женщины с детьми и старики, не успевшие покинуть эти убежища. Из воспоминаний Валентины Чербик. Дали нам увольнительную с подругой Клавой Ятрушевой в город. Мы получили зарплату по 30 рублей. Пошли на базар купить чего-нибудь. Глупая, купили копилочки с глиной и три лепешечки величиной сушки. Проглотили их и не почувствовали. Плачем, есть хочется. Пошли домой, чувствуем запах печеного хлеба. Видим, что хлеб завод. Мы, обезумевшие, стали дышать этим запахом. Дышим, дышим. Клаву нельзя было уговорить уходить, она плачет. Я схватила ее за руку и потащила. Вот и до сих пор я чувствую запах этого хлеба. Эти страницы истории невозможно перечеркнуть, переписать и выбросить из памяти. Каждая белорусская семья знает, что такое страх потери и разлуки с родными. В годы Великой Отечественной погибли 3 миллиона белорусов, каждый третий. На территории Беларуси гитлеровцы провели 140 карательных операций, свидетельства зверств, 250 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Узниками становились даже маленькие белорусы, 35 тысяч детей. Ужасающая статистика войны. Под стеклянным куполом музея Великой Отечественной войны в мраморе на века останутся именно тех, кто посвятил свою судьбу и отдал жизнь за светлое будущее белорусского народа. И наша задача сегодня – не допустить повторения той ужасной истории. Как сказала когда-то Индира Ганди, история – это учительница, у которой очень плохие ученики. И на мой взгляд, нам надо становиться хорошими учениками истории. Безусловно, это война, которая показала, что единственное, с чем она справляется очень хорошо, это, к большому сожалению, человеческие жизни. И как раз мы с вами находимся в зале, который называется «Победа», но по сути главная его цель – быть мемориальным. Территория Беларуси, к большому сожалению, в период войны на себе перенесла все. Она перенесла тяжести оборонительных боев, здесь была оккупация и здесь было освобождение. Поэтому, что такое война, к большому сожалению, эта земля знает напрямую. По сути, эта земля должна, наверное, и показывать всем тем, что на самом деле это такое. И поэтому то, что мы видим здесь в залах, в музее, в витринах, за это была заплачена самая дорогая и самая высокая человеческая цена. И для того, чтобы понимать 45-й год, безусловно, понимать победу, мы должны, наверное, 9 мая вспоминать 22 июня, вспоминать, как все это началось. Последствия Великой Отечественной войны для Беларуси оказались чрезвычайно тяжелыми. Беларусы – одна из наиболее пострадавших наций. Наша страна утратила более половины своего национального богатства. Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень. Огромны были и людские потери. Согласно подсчетам, погибло до трети жителей Беларуси. Интенсивность прямых военных потерь в БССР оказалась втрое больше, чем по всему СССР и выше, чем в любом государстве мира. Начатое сразу после освобождения Беларуси восстановление из руин, достигнуто ценой самоотверженности и героических усилий всего населения республики при поддержке и непосредственной материальной помощи других регионов СССР. Память о Великой Отечественной войне сохраняется на протяжении всех послевоенных лет. За проявленные массовый героизм и мужество в борьбе против агрессоров столицы Беларуси – городу Минску в числе 12 городов бывшего Советского Союза было присвоено почетное звание «Города-героя». Звание «Крепости-героя» получила Брестская крепость. Наградами отмечены и другие города нашей страны. О жертвах войны и подвиге народа свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники, мемориальные комплексы и курганы славы. В Беларуси их почти 6 тысяч. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, Победоносно завершилась! Германия полностью разгромлена! Товарищи краснорвейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы, Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Воззнаменование полной победы над Германией! Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, Столица нашей Родины, Москва от имени Родины Салютует доблестным войскам Красной Армии, Кораблям и частям военно-морского флота, Одержавшим эту блестящую победу 30-ю артиллерийскими залпами из тысячи орудий! Вечная слава героям, Павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная Армия И военно-морской флот! Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза Сталин! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова